28 июня 2011 года. Первый общественный совет по 81-й школе. С участием главы Самары Дмитрия Азарова и председателя городской думы Александра Фетисова. Педагогический коллектив встревожен, родители взволнованы. В обществе резонанс. Школу под снос. Центральная школа с многолетними традициями. Из ее стен вышли сотни талантливых выпускников, десятки известных людей. Большие проблемы зданий 81-й школы вскрылись в конце 2010 года. Тогда избранный мэр Дмитрий Азаров впервые за последние десятки лет создал межведомственную комиссию, которая начала комплексную работу по проверке состояния зданий всех образовательных учреждений. В комиссию вошли представители городского департамента строительства, департамента чрезвычайных ситуаций, федеральных ведомств. Была выстроена плановая работа комиссии. Состояние зданий проверялось досконально. По результатам работы 20 школ вызвали наибольшую тревогу. По четырем была назначена экспертиза. В их числе и 81-я. Тогда комиссия по чрезвычайным ситуациям города сделала заключение. Школа номер 81 – аварийная. Рекомендовано сносить. В комиссии по чрезвычайной ситуации городского округа Самара было принято решение, отражено в протоколе по сносу школ. Я могу сказать, что вчера я рассмотрел результаты этой комиссии и протокола и вернул его на доработку. Потому что, на мой взгляд, эти решения были приняты преждевременно. Техническое обследование состояния здания школы решено было направить на экспертизу в Самарскую строительную академию. К 1 июля 2011 года экспертиза была готова. Решение – школу капитально ремонтировать. На время капремонта эксплуатацию здания прекратить. Много бывает, к сожалению, трагических происходят событий на территории нашей страны. Всегда кажется, что это случится не с тобой, это случится не с твоими детьми. Поэтому я призываю всех отнестись сегодня со всей серьезностью, отбросить, наверное, эмоциональные какие-то моменты. Важнее здоровья и жизни детей нет ничего. Если в зале есть люди, которые готовы взять на себя ответственность за жизнь, за безопасность детей, которые сегодня мне и сейчас могут сказать, что давайте продолжим обучение. Есть в зале такие люди? Я очень рад, что нет. Я очень рад, что в зале собрались взвешенные люди. Учебный процесс для учащихся 81-й школы продолжился. Детей 680 человек перераспределили по школам Ленинского района в 12-ю и 70-ю. Тут же был создан наблюдательный совет. В него вошли педагоги, родители учеников, выпускники школы, лидеры общественного мнения. Все решения и процессы согласовывались с наблюдательным советом. В 2014 году капитальный ремонт в 81-й школе начался. Деревянные перекрытия заменены на монолитные железобетонные. Фундамент, внутренние конструкции усилены. Система вентиляции современная. Больше 120 миллионов рублей выделено из городского и областного бюджетов на капитальный ремонт школы. Губернатор Самарской области Николай Меркушкин принял решение о выделении дополнительной субсидии. Поручил профинансировать досрочно, что позволит сократить сроки строительных работ. Сегодня мы видим на объекте 120 человек, которые работают, выполняют параллельно различные виды работ. Темпа работы очень хорошая. Качество тоже удовлетворяет нашим требованиям. Мы планируем, что во дворе благоустройство будет закончено к понедельнику. Первоначально открытие школы планировалось 1 декабря. Вот в ситуации договоренности с подрядчиком срок открытия сместился на 1 сентября. Задача единая – открыть школу к 1 сентября 2015 года. 81-я школа – это школа с давними традициями. Одна из самых старых школ города. И, конечно, люди хотят как можно быстрее вернуться в родные стены. Не случайно именно по этому объекту, это единственный объект, в котором у нас создан общественный совет, который инициируют родители, которые тоже очень внимательно смотрят за сроками завершения работы. Школа готовится к учебному процессу. Полностью оснащена мебель, оборудование, учебный материал на месте. Эти стены так заждались учеников. А дети ждут не дождутся возвращения в свою родную, новую 81-ю школу. Она действительно новая. От старого здания лишь фундамент и несущие стены. А педагоги с благодарностью вспоминают тот первый общественный совет и решение капитально ремонтировать школу. Санитарное законодательство изменилось. В случае строительства новой школы пришлось бы сократить количество учащихся. Капитальный ремонт позволил сохранить рабочие места, оставить всех учеников в родной школе и соблюсти требования законодательства.